Продвигаться. Давайте откроем книгу-притч. Давайте откроем книгу-притч. Четвертая глава. Если рядом с вами есть человек из Библии, поделитесь с ним. Если рядом с вами есть человек из Библии, загляните к нему в Библию. Притч, четвертая глава, 23 стих. Больше всего храни его, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Библия говорит. Аминь. Это синодальный перевод. В современном переводе звучит так, что больше всего храни его, храни мысли свои. Потому что они являются источником твоей жизни. Пробовать, который я сегодня решил сделать, будет называться так. Твои мысли влияют на твою жизнь. Твои мысли влияют на твою жизнь. Дело в том, что большинство людей вообще не следят за своими мыслями. Один певец даже назвал свой внутренний мир так. Мои мысли, мои скакуны. Просто честно сказал. И всем эта идея понравилась, потому что он не один, судя по всему. Такой. Мы оцениваем друг друга по поступкам, по результатам. Мы поддерживаем или хвалим друг друга за хорошие какие-то достижения. Мы так и называем достижения в чем-то. Мы осуждаем друг друга за дурные поступки, за дурные слова, за дурные действия. Мы радуемся, когда кто-то поступает хорошо. Интересно, что Библия призывает нас хранить наши мысли, хранить наши сердца, больше всего хранимого. Это не означает, что у нас ничего не должно, что мы храним. Мы что-то всегда храним, правда, да? Мы храним ценности, которые у нас есть. Мы храним наши документы, которые у нас есть. Мы храним что-то, что действительно нужно беречь. И вот Библия говорит, больше, чем ценности, которые у тебя есть, больше, чем документы, которые у тебя есть, больше всего этого тебе нужно хранить свое сердце и свои мысли. Потому что это влияет на всю твою жизнь. Аминь. Это теоретически очень понятно, что, ну, красивая мысль, знаете как. Хорошая мысль, которую, в общем-то, можно выйти из-за и забыть. Но дело в том, что это написано в Библии, и это правда, это истина. То, что твои мысли определяют твою жизнь. То, как ты думаешь сейчас, завтра ты будешь так поступать. Аминь. Аминь. И на самом деле, то, как ты думаешь сейчас, зависит от множества причин. И зависит от твоего воспитания, от твоего места, где ты живешь, от твоих, с кем ты общаешься. Но зависит во многом тоже от тебя. Римлян, восьмая глава, давайте откроем. Римлян, восьмая глава. И здесь написано. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти. Помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Закону Божьему не покоряются, да и не могут». Аминь. Интересно, что помышления, то есть наши мысли о земном, они суть их смерти, потому что рано или поздно это все завершится. Мысли, которые есть о духовном, у этого будет продолжение. И здесь написано, что не то, что высокие думают о высоком, люди по ним же думают о земном. Или образованные люди думают о небном Вышнем, люди по-проще думают о простом. Здесь написано, что духовные люди думают о духовном, плотские люди думают о плотском. Кто ты и я сейчас – это определяет ты и я. Никто нам не может сказать, что ты духовный, а ты плотский. То есть мы сами решаем, кто мы внутри, правда, да? Интересно, что мне понравилась пословица такая «Посеешь мысли – пожнешь действия. Посеешь действия – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу». В конце концов, многие люди думают, судьба – это что-то, что написано на небесах или написано где-то еще и не зависит от нас. Но этот ход мысли очень логичен и очень правильный, в общем-то, правда, да? Наши мысли во многом определяют нашу судьбу. О чем ты думаешь сейчас? Где находится объект твоих мыслей? Как выглядят очертания твоих переживаний в течение дня? Или на что похожа твоя мечта, которая живется в твоем сердце? Я сегодня предлагаю поговорить об этом. Аминь. 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 Ты – это не то, что ты думаешь о себе, а то, что ты думаешь в себе. Понимаете, да? Нам иногда там так нравится картина, которую мы представляем о себе со стороны. Мы иногда расстраиваемся, что другие на нас смотрят иначе. Мы начинаем доказывать, да нет, я не такой, я хороший. Но мы – это то, кто мы есть внутри себя. Сегодня я хотел бы, чтобы мы, во-первых, были честными с собой. Потому что мы можем всем другим говорить все, что угодно. Но мы сами себя, как правило, обманываем последние, да? Когда маленькие дети начинают врать, мы видим, что происходит. Они краснеют, они цыркают, они отвыдут глаза, они хотят куда-то уйти. Когда взрослые люди уже тренированные, мы уже научились, по крайней мере, я до крещения научился врать, смотря прямо в глаза. В 20 лет я уже был врать, смотря прямо в глаза и убедительно доказывать, что так это и есть. Внутри меня я уже смог преодолеть этот барьер. И Библия говорит, она призывает нас быть как дети. Бытие 1 глава, 2-4 стих. Бытие 1. Давайте посмотрим, с чего все начинается. С чего все началось. Земля же была безвидна, и пустая тьма над бездной. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хороший, и отделил Бог свет от тьмы. Аминь. Смотрите, как действует даже сам Бог. Он мог сделать все, что угодно, но вначале Дух носился над водой, потом Бог сказал, Бог сказал, да будет свет. Вначале была мысль, потом было слово, потом было действие. Это то, как действует Бог. Сначала Он увидел, что происходит, потом Он понял, что должно быть, и потом Он сделал. Иисус пришел на эту землю не потому, что так звезды встали, потому что Бог увидел что-то, потом Он сказал что-то, потом Он сделал что-то. Аминь. Иисус ходил здесь на земле, Он видел, и Он не действовал сразу, Он не действовал в попыхах. Он видел, Он говорил, и потом Он действовал. То есть, прежде всего, происходило что-то внутри, и потом это превращалось в действие. Есть мысли внутри нас, которые ведут к созиданию. Есть мысли внутри нас, которые ведут к разрушению. Вы можете спросить, при чем здесь церковь? Это просто похоже на психологию, это просто похоже на какой-то разговор о внутреннем мире человека, очень даже при чем. Богу есть дело не только до твоих поступков. И Бог хотел бы, чтобы ты и я, мы были христианами не только потому, как мы поступаем, но чтобы мы были христианами внутри наших сердец. Чтобы мы были христианами то, как мы мысли. И только потом мы действовали. Чтобы наши действия были основаны на нашей внутренней уверенности, на наших внутренних посылок, на нашей внутренней мотивации. аминь а почему я почему я стал христианин я был рожден в атеистической семье у нас никогда не было духовных духовно ориентировать разговор в обычной советской семье вот вот жил и все до 20 лет я ни разу не открывал библию я слышал что она есть я несколько раз ее видел даже на и когда я открывал с целью прочитать и уникнуть пришел первый раз на собрание почему я пришел первый раз на собрание я пригласил брат который сидит здесь зале очень благодарен до сих пор и был 20 лет и из-за ряда событий я столкнулся с тем что я очень плохой владелец своей судьбы своей жизни я очень плохо распоряжаюсь свою жизнь я сам это чувствовал я мог говорить разным людям все что угодно но я сам знал что я вкладываюсь не туда интуитивно я понимал я понял что были времена когда я просыпался я не хотел чтобы этот день наступал я просто хотел чтобы было опять было опять ночи опять нужно было спать просто потому что все что предстояло мне уже не нравилось буквально все у меня не было мысли там о том что не жить и все этих мыслей не было но с другой стороны нет мысли ради чего и жить и тогда я начал думать а зачем а почему а где а как откуда это все и вот мне тогда сказали хочешь ли ты изучать библию получить ответ на свои вопросы я сказал да тогда мне приглашали хочешь ли ты стать христианин я сказал да вы знаете бог создал этот мир бог создал животный мир бог создал людей бог создал растения и он надеялся что все это приведет к естественной благодарности когда ты что-то делаешь для кого-то ты ожидаешь что это будет воспринято нормально правда да моего отца есть пословица земного отца она немножко саркастичная но во многом она правдива ни одно доброе дело никогда не останется безнаказанным он говорит вот это его наблюдение за его за его жизнью за его какие то поступками и так далее бог создал он надеялся что по умолчанию люди будут благодарны что по умолчанию люди станут искать взаимности в общении с Богом сейчас бытие 6 глава 5 стих быти 6 глава 5 стих мы такой народ хотим делать правильные вещи в основном когда заставят или сильно заставят как в одном фильме сказали про армию сказали сейчас пришивая под воротничок к родничку солдат новообразие не умеет подшивать под воротничок к родничку ему в жизни вообще так объясняет, мало важно, что ты хочешь, что ты не хочешь, берешь и не вберет так. В те же глава, 5 стих, и увидел Господь, интересно, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления их повезло во всякое время. В первой главе мы увидели, как только был океан и был Дух Божий, Бог сказал, что будет свет. Убрился первый раз свет. Потом он создал людей, потом он дал Недемский сад, потом они отвернулись и начали слышать лукаво. Он простил им, он дал им смерть как благословение, как возможность вернуться к нему и выгнал их из сада, для того, чтобы они просто его не злили. Он дал благословение, распространяйтесь по всей земле, я даю вам всю землю, а я тебе распространялся. Он их благословлял, он охранял их, охранял их от зла. Люди жили по 700, по 700, 900 лет тогда. Представьте, приходи на мой день рождения, сколько тебе? И что все мысли и все помышления им были зло во всякое время. Я так иногда расстраиваюсь, когда кто-то что-то против меня сделает. Так сильно расстраиваюсь иногда. Два дня назад мы переходим с семьей, дорогу на пешеходную переходе, и машина остановилась, чтобы пропустить нас. Я иду, я знаю, что надо быть очень внимательным. Я смотрю, и человек на другой машине просто со всей скорости вот так объезжает ту, и со всей скорости проносится в пешеходную переходу и уезжает вдаль. Я очень был благодарен Богу, что у меня не было с собой кирпича какого-нибудь. Просто, знаете, я не изучал археологию в этот момент, телефона даже у меня есть, там не было. Я просто посмотрел на него, у меня разные были мысли, знаете, в голове. И не было там, тыкок, там, богослови, там, как-то. Разные были мысли об этом у человека. То есть, когда кто-то против меня что-то сделает, мне больно, я себя чувствую, мне неприятно. Вы знаете, в тот момент на земле все мысли всех людей были зло всегда, с утра и до вечера. Дети, старики, беременные. Только что родила, и уже у меня сразу зло против этого жеребенка, которого она только родила. Это просто страшно, да? Ты представляешь, если мы с кирпича вот отсюда выезжаем на дорогу, выезжаем на Волгоградский проспект, то иногда, знаете, нас раз не пропустил, два не пропустил. Ты думаешь, что это такое вообще? А там в то время ты вообще не выехал до Нового года. Стоял бы и всё. Там пошел бы еды и купил всё. Ты не выехал никогда, потому что никто бы тебя никогда никуда не пропустил. Это то, куда пришли люди без вмешательства Бога. Тогда не было закона. Тогда все молились, когда хотели. Тогда все искали Бога, тогда, когда хотели. Проблема, что никогда не хотели. Отношения с Богом были нерегламентированы, не было ни зданий, ни заданий. Я сам так придумал. С 10 стиха по 11 стих 6 главы. Мой родил трех сыновей, Сима, Хама и Сафета, но земля раскилась перед лицом Божиим, и наполнилась земля злодеянием. Жалко, да? Что случилось? Не просто люди начали делать какие-то плохие вещи, земля наполнилась злодеяниями. Люди загубили землю своими поступками. Но причина, потому что здесь написано в 6 стихе и в 5 стихе, что их мысли и помышления сердца были зло. Вначале были мысли и помышления сердца, а потом земля наполнилась злодеянием. Мы иногда думаем так, ну я немножко подумал плохое, но я же ничего плохого не сделал. Это только вопрос времени всегда. Сначала приходят злые мысли, потом приходят злые дела. Правда, да? В обратную сторону. Сначала приходят добрые мысли, потом приходят добрые дела. Интересно, что приходит к нам и в нас, зависит от нас. 7 глава, 23 стих. Истребилось всякое существо, которое было на поляркости земли. А человек это скота, и гады, и птицы небесные. Все истребилось земли. Остался только Ноем и все, что было с ним в ковчеге. Произошла, как мы сейчас можно это слово и говорить, перезагрузка. Бог из всех людей оставил только 8 душ. Они отправились откуда-то из Ближнего Востока и приплыли на гору Арарат, которая сейчас находится в Турции. Зачем армянская диаспора очень сильно страдает. Это не была территория. Богу пришлось перезагрузить все человечество, уничтожить весь прошлый мир. И дать новому миру снова создастся. Для того, чтобы люди могли измениться. Естественным образом люди не научились мыслить добро. Давайте подумаем о нас с вами. Вот мы сегодня живем, вот мы живем сейчас, в 21 веке. И если нам, на нас ничто не влияет, если нас не учат, если нас не поправляют, если нас не вдохновляют, если нам не желают чего-то, ну, если к нам не проявляют доброго отношения, станем ли мы, станем по своей инициативе источником какого-то света? Очень вряд ли. Правда, да? Очень вряд ли. Ефесянам 6 глава 16 стих. Вы подумайте, какая так грустная проповедь сегодня. На самом деле, я бы так не учебно был спугать. Ефесянам 6,16. А партнер всего возьмите щитверы, которые возможны угасить все раскаленные стрелы лукавого. Библия иногда описывает вещи настолько точно, что нам нужен щитверы, чтобы мы могли не просто противостоять, знаете, мальчиков вдохновляют пластмассовые щиты и пластмассовые мечи. Он говорит, вы возьмите щитверы для того, чтобы угасить все стрелы лукавого, но они не просто стрелы, они еще огненные стрелы. Они просто ранят, но они еще и прожигают. Они еще делают в тебе дыру, которая потом болит. Колотая рана – это одно, колотая и обожженная рана – это совершенно другое. Что это за огненные стрелы, которые дьявол пускает в нас? Он реально. Наш разум – это поле битвы, где Бог сражается с Сатраной. И в нас есть мысли от Бога, в нас есть мысли от дьявола, в нас есть наши собственные мысли. И в зависимости от того, куда мы ориентированы, они либо ближе к Божьим мыслям, либо ближе, мягко говоря, к небожьим мыслям. Вы со мной, да? Наши собственные мысли – это результат нашей тренировки. Вы можете сказать, ну при чем тут тренировка? На самом деле тренировка очень важная вещь. Как мы сказали, если ты посеешь действие, ты рапожнешь привычку. Привычка – удивительная вещь. Мы иногда живем и думаем, ну это кто я есть? Знаете, мы формируемся всего лишь, большинство наших привычек сформировало за 21 день. 21 день тебе стоит что-то практиковать доброе, и это доброе останется в тебе возможным всю жизнь. 21 день тебе стоит идти на компромисс, и этот компромисс станет частью тебя. Ты послешь характер. Знаете, станцию Тецефабрика у нас. Едешь, мы когда едем в поход, летом, останавливаемся на светофоре, такая вонь там, что аж глаза режет. Знаете, да? Как там люди живут, для меня вообще загадка. Я еду, смотрю, тут строят четырехэтажные кирпичные дома. Просто огромные. Видно, что они вкладывают деньги, вкладывают силы, мечты. Они говорят, я представляю, как я с утра буду с детьми и пригодить. А я там даже не могу проехать, у меня глаза режут от вонь. У меня там есть. Я у брата спросил, говорю, брат, как вы там живете? Он живет там, например, там привыкли. На самом деле, привычка – это результат тренировки. Я хочу сегодня вдохновить нас, друзья, что хранить наши сердца, не просто сохранять их, не просто среди уберечь, дабы никто там ничего не украл, или ничего своего не подложил, как кукушка яйца подкладывает чужие. Не выросло там, не пойми, ничего, сон, никак какого-то. То, чтобы хранили и упражнялись в благочестии. Если вы в гостях сегодня, у вас есть возможность задуматься о том, какие мысли живут внутри вас. И хотите ли вы, чтобы эти мысли стали доброй новостью для многих людей вокруг вас? Аминь. Упражняться в благочестии. Эти огненные стрелы, которые в нас могут быть, это наши мысли, которые живут и которые знаем только мы. Я хотел поговорить о нескольких вещах. Только назвать несколько, не углубляться, но только назвать. Например, одиночество. Чувство одиночества, это очень индивидуально, правда, да? Можно быть в середине карнавала, на котором 10 миллионов человек, и чувствовать, что ты один. А можно быть, не знаю, на необитаемом острове, и чувствовать, что все люди, все человечество ищут тебя и обязательно найдут, потому что они твои лучшие друзья. Правда, да? А чувство одиночества может иногда приводить к самооплакиванию. Мы начинаем думать, бедный я. Как мне не повезло. У нас иногда бывают греховные мечты. Греховные мечты. Мы не просто думаем, а мы мечтаем о чем-то, что не является правильностью. Сексуальные фантазии. Мы иногда мечтаем о чем-то изначально материалистичном и совершенно ненужном для нас. Но просто желание обладать полностью контролирует наши мысли, наши поступки. Другие люди одетых вылезают в кредиты или идут на какие-то неотдуманные вещи. Иногда у нас, в нас может жить непрощение или месть внутри нас. Когда я живу на пролетарке. Знаете, вот эта московская тема удивительная, что во дворах, особенно раньше того, как парковки не расширили, у каждой машины, которая давно жила, так можно сказать, давно живут в этих домах, у них есть свои парковочные места. Не дай бог, кто-то оставит на чем-то месте. Я и не подозревал, что это место чье, но просто было свободное. Поставил машину, утром приходил, у меня все четыре колеса проколоты. Все четыре. Машина вот так стоит. Я на домкрат каждое колесо качу шиномонтаж 800 метров. Мне его чинят, я обратно качу, ставлю, домкрат опускаю, следующее колесо домкратчу, снимаю, качу 800 метров. Я много продумал за это время. Много у меня мыслей было, буду с вами открыть. И самое страшное, что я знаю на 99% кто это сделал, потому что это один тот же человек ставит на это место. Машину. Я лежал, вижу, но я несколько дней сялоил на мысль, что и мне так приятно мысль, как я ему отомщу. Я просто придумал, как я все его двери заклею вообще. И никогда все в машину не уходило. Нет, у меня не было мыслей, там, криминалы или что-то. Но такие были, знаете, изощренные просто. Я думаю, он долго будет вспоминать эти четыре колеса. Сколько я мучился, я хотел, чтобы он хотя бы часть от этого и так далее, и так далее. Вот, я даже ловил на мысль, что я там уже думал, как что, купить какие-то специнструменты или там плесы, ну и все. Потому что я просто думал, ну вот Бог смотрит, и он смотрит, и говорит, вот мой сын возлюбленный, Саша. А чем же он сейчас мыслит? Может быть, о небесах? Может, он думает о том, как людей до людей донести слово Бога? Может, он размышляет над каким-то отрывком из Библии? А он просто лежит и думает, как ему отомстить соседу, который ему все колеса проколол. Для Бога это наш внутренний мир, это как открытая книга, правда? Он считает нас вот так, правда, да? Наше непрощение или месть отравляет все внутри нас. Я хотел поговорить еще о гордости. Знаете, гордость – это не грех. Большинство грехов рождает в нас чувство ничьисти совести. Если кто-то что-то своровал, он интуитивно понимает, что сделал что-то не то. Большинство людей. Если человек смотрел порнографию, он понимает, что есть ощущение нечистоты внутри. Если он обозвал кого-то, есть понимание, что ты кому-то причинил боль. Но гордость – это как сладкий яд. Ни один гордец не чувствует, что он делает что-то не то. Это как анестезия. Человек как будто живет в тумане, правда, да? Это удивительно вообще. Как эта огненная стрела может попасть и ранить нас? Это грех, за которой не стыдно. И это то, чему Бог явно противится. Чувство зависти, чувство вины, страх. Страх о том, что произойдет в будущем неуверенность. Что же будет? Что будет со здоровьем? Что будет с моими детьми? Что будет со страной, с миром вообще? Что будет с церковью в будущем? Все это как огненные стрелы, которые могут ранить нас. И эти мысли живут внутри нас. У меня вопрос для тебя. Как ты думаешь, если кто-то из людей вокруг тебя, кто хотя бы догадывается о том, о чем ты думаешь? Только по-честному. Только в той формулировке, какая она живет внутри тебя. Потому что мы можем на экстракт выдавать немножко лайковую версию, знаете, да? Наших мыслей. Нам, если вы будете думать об этом, вы поймете, что нам нужно спасение. Иисус пришел не только для того, чтобы нам зарезервировать место на где-то абстрактных небесах, которые никто из нас не видел. Он хочет спасти нас. Он хочет перевернуть наш внутренний мир. И дать нам что-то свое. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 11 главу. Другой, Саша. От Матфея, 11 глава. Друзья, вы не устали? Нет. Я вообще не устал позже, я в проблеме обычно не устаю. Закон. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30. Придите ко мне, все труждающие, все опремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Налейте покой душу вашу, ибо иго моё благо, и бремя моё легко. С детства меня приучили, что если кто-то со мной хочет чем-то поменяться, обычно это развод. Мой первый обмен был, мне дед подарил увеличительное стекло с бронзовой ручкой. Я вышел во двор, порадовался, друзья, и вернулся золотой монетой. Это были три копейки натертой пастой горе. Мне сказали, что это крутое золото, которое, все, я вернулся, все, поменял луку на три копейки. То есть первая моя история обмена была очень неудачной. Потом я учился, понимал, что я так вот с другим выступал и так далее. Иисус говорит, я хочу поменяться, чтобы будем меняться. Я возьму все, что внутри тебя, все твои времена, всю твою боль, все твое одиночество. Все, что ты не можешь сам выносить. Иногда мы говорим, невыносимы сами для себя, правда, да? Я возьму вот это все у тебя, а дам тебе свой внутренний мир. Я возьму твои страхи и вместо них дам тебе свои мечты. Аминь. Я возьму твою неуверенность, вместо этого я тебе дам свое сердце, свои мысли. Мы иногда думаем, как это возможно? Ну, как это возможно? На самом деле это очень возможно. Когда меня пригласили в церковь, я пришел и увидел, что команду, первые ребята, миссионеры, которые приехали в Новосибирск, они приехали из Москвы. В 92-м году из Москвы в Новосибирск ездили только совсем экстремальные туристы. Либо люди, которые хотели в лотерею, чтобы какой-то конкретный бизнес сделать. В основном люди ехали в другом направлении. Из Новосибирска и всех таких городов все ехали в Москву. И желательно еще дальше куда-нибудь, через Москву. Так вот, они приехали туда, и мой вопрос. Вы приехали к нам, ну, наверное, вот на месяц, на два как-то. То есть, уехали? Нет, они говорят, мы приехали навсегда. У меня вот так сердце сразу упало. То, что все мои ценности сразу были поставлены под сомнение. Я думал, что все люди всегда корыстны. Что все хотят себе лучшего. И всем наплевать на всех остальных. Я видел шестерых радостных молодых ребят. Талантливых, умных, образованных. Когда приехали в 92-м году из Москвы, тогда более-менее успешной и стабильной, в Новосибирск. Для того, чтобы жить и распространять Евангелие. Это могло быть только потому, что у людей есть что-то внутри особенное, чем то, что было у меня. Аминь. У нас есть сестра, она была долгая здесь, в Москве. Она крестилась здесь, в Москве. Герлинда, если вы знаете ее. Она теребинка. И она потом переехала в Эмираты, жила в Дубае, помогала вести церковь. И все классно. У нее было там вид на жительство. Она жила в Дубае, помогала вести церковь. Если вы были в Дубае, это город вообще 22-го века. Там нет коррупции, нет воровства. Любой бизнес приносит доход. Просто там в безопасности вообще. Круто. И проходит два года, и она переезжает жить в Афганистан. Для того, чтобы так благовестовать. Переехать в Дубае, это для меня очень понятно. По-человечески. Да, конечно, она там в церкви, она, конечно, служит Богу. Но переехать из Дубае в Афганистан. Это. Для этого нужно сердце Христа внутри тебя. Правда, да? Для этого нужно что-то иметь особенное. Какую-то мысль, какую-то логику, которой прежде у меня никогда не было. Которой для меня было непонятно. Но подумай о том, что Иисус ради тебя переехал с небес сюда, в Кузьминки, к нам в текстильщики, для того, чтобы спасти тебя и меня. Вот он прогадал-то, да? Такое место променял на наш с вами мир, для того, чтобы найти тебя и меня. Второе критерия нам три. Мы движемся к нашему финалу, друзья. Второе критерия нам три. Так нам нужно спасение. Мне и тебе. Мы узнаем со спасением. Конкретно спасение наших душ, наших душ и нашего внутреннего мира. Со второго стиха. Вы наше письмо. Павел пишет ученикам. Вы наше письмо написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеком. Вы показываете собой, что вы письмо Христово. Через служение наше написано не чернилами, но Духом Бога Живого. Не на скрижали камеры, но на плотяных скрижали сердце. Аминь. Библия говорит с радостью каждому человеку. Ты письмо. Вопрос такое. Что читают люди, сталкивающиеся с тобой? Что Бог всемогущий? Что небеса это лучшая судьба? Или что-то другое? Что жизнь достаточно грустная вещь. Что не все всегда получается. Что и даже взрослые люди могут быть неуверенны и могут сомневаться. Что читают люди в тебе и во мне? Он хочет, чтобы мы были письмом понятным и радостным для других. Наша сестра Мероника, которая отправилась на небеса. У нее была непростая судьба. Она крестила в студентах. Потом было сложное время. Она уходила от Бога. То вернулась обратно. И вот несколько лет назад заеболела. И там ребеночек маленький. А в последнее время она так сильно страдала, что врачи выписывали ей наркотики. Чтобы как-то снять боль. Она понимала, что... Она понимала, что... Она верила, что для христианина принимать наркотики даже в такой ситуации это нехорошо. И она терпела. И то, что ей помогало, те, кто были рядом, сестры были рядом, ее мама, ученик, родственники, наши брать-сестры приезжали. Она всегда говорила, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я все могу. Когда ей было прям совсем больно. Она читала этот отрывок в Библии. Она молилась. И она вслух говорила, я все могу. Из ее слов боль как будто отступала даже. Представляете? Боль при онкологии вообще невозможно терпеть. Нет. Окуль прорастает в нервное окончание. Это очень тяжело на самом деле. Но она говорила, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Теперь я когда буду читать этот отрывок в Библии, я всегда буду вспоминать Веронику. То есть вот конкретный человек, которому этот отрывок помогал. И когда стала уже не в моготу, уже она все не смогла. И врачи сказали, мы вас заставляем, идите сейчас в аптеку, купите лекарства. И дайте ей, чтобы боль могла стихнуть. И они пошли, купили. Но не успели применить, она умерла в этот момент. То есть она до конца на самом деле сохранила свое понимание, отношение. Я все могу, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Хотел бы ты сказать так же, внутри себя, в самый отчаянный момент в твоей жизни. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Не в укрепляющем меня счете, который я сохранил. Не в укрепляющем меня дружбе, которой люди вокруг меня есть. Но в укрепляющем меня Иисусе Христе. Аминь. Аминь. При боястве чесла ваше в истине, 1 Петра написано, и там написано, и тогда вы будете святы в своих поступках. Вначале мы учимся держать свои мысли и контролировать мысли, и потом приходят святые дела. Не наоборот. Не наши святые дела рождают нас правильные, богоугодные мысли. Вначале мы берем наши мысли, мы стараемся учиться их направлять к Богу. Аминь. Второй коринфянам, 10 глава, 3-го обряда стих. Последний отрывок был молиться причине. Ибо хотя мы ходим по плоти, не по плоти воинству. Оружие воинствования наше не плоские, но сильные Богом на разрушение тверды. Ими не спровергаем замысел. И всякое превозношение, устающее против познания Божьего. И пленяем всякое помышление, послушание Христу. Аминь. Библия говорит нам, что у нас есть потрясающая возможность брать в плен. Всякие мысли, неугодные Богу. Смотрели фильмы про войну. Когда такие оборванные, грязные, грустные немцы шли с поднятыми руками. И они шли в плен. Их взяли в плен. Наши победили. Я вот никогда не забыл эти мысли. Эти кадры. Мне так казалось, что просто я вообще синий всех. Все это после наших фильмов про Штирлиц и все. Штирлиц вообще мог, мне кажется, всю войну выиграть один. Иногда мы думаем так, что так тяжело на самом деле сохранить свое сердце. Гораздо легче выглядели синий, чем быть христианином. Да? Библия говорит, что в самом деле мы живем в этом мире. Но у нас есть потрясающая возможность угождать Богу. Через то, что мы будем брать, не просто, знаете, отодвигать. Ой, я не могу об этом даже помыслить. Иногда бывает, что у нас бывают мысли злые, грязные, неправильные мысли. Они приходят к нам. Но позволяем ли мы им укорениться? Вы знаете, чем мысли отличаются от помышления? Мысли это что-то, что пришло к нам, откуда-то. Помышления это то, что мы развиваем внутри себя, сами, сознательно. Мы читали в Ветхом Завете, что не мысли были у людей, а помышления были злые. Не просто к ним приходило искушение, а они просто развивали эту вещь. Они думали, какие все гады вокруг. Как бы мне навредить всем? И это было популярно, это было, в основном, распространено. Библия говорит, что мы можем, как христиане, брать в плен всякие мысли. Для меня, когда я кричал под отрывок, я был молодым христианином, это была революция. Когда я пришел первый раз в церковь, я услышал, что я могу стать человеком угодным по сердцу Бога. Для меня это было просто потрясающе. Как? Я человек нечистый по своей природе. Я был врагом греха. На самом деле, я уже понимал это. Я не знал выхода из этого. Но я понимал, что есть альтернатива. Библия говорит, вместо того, что думать о себе, думай о горне. Думай о том, что в высоте. Думай о том, что в небесах полосятки делал. Правда, да? Вместо того, что жалеть себя, подумайте о претерпевшем. Чтобы мы могли жить, чтобы мы могли быть спасенными. Наш разум в этом месте битвы. Много тысяч, миллионов и даже миллиардов людей были в этой битве. Многие выиграли эту битву. Многие проиграли эту битву. У нас с вами надо выиграть. Аминь. У нас есть потрясающая возможность. И то, что мы друг друга, знаете, сейчас накрутим, брать-сёстры, давайте будем хорошими, добрыми такими людьми, прям эх, как в песне поется. Нет, сами по себе мы не сможем ничего. Мы не будем открыты о том, кто мы есть. Ты это прежде всего с Богом. Бог, я без тебя ничего не могу сделать. Ты нужна мне. Мне нужно спасение. Мне нужно куда-то деть то, что внутри меня приходит. Мы тебя от дьявола. Мне нужно куда-то деть. Я хочу, чтобы быть открытым об этом. Для этого избрать всё с рукава, правда, да? Если вы в гостях подумайте, хотели бы вы внутри иметь чистый мир, свой внутренний мир, как чистый мир, в котором Бог начнёт писать вашу новую судьбу, ваши новые привычки, ваш новый характер, ваше новое будущее. Давайте думать о том, что Иисус ради нас отдал свою жизнь. И мы можем сегодня иметь мысли, угодные Богу. Наши мысли влияют на нашу жизнь. Аминь. Давайте иметь прекрасные, богу угодные мысли. Давайте иметь прекрасную, богу угодную жизнь. Давайте искать Бога всем сердцем. Давайте им дурмолиться и не счастливы. А где-то мы благодарим.